Число кварков тоже произвольное число Потому что когда вы в ответ получаете в терминах букв, а не цифр Вы с ним можете поиграться Поэтому здесь я делаю вычисление в произвольном числе измерений Если нужно, я положу его четверкой Но я делаю это в четном число измерений То есть я... В четном, в том смысле, что наша красота... Четырехмерный Нет, потому что наше пространство... Четырехмерное Пространство, время и четырехмер Просто, оно четное Четное Теперь, давайте объясню, почему я хочу именно четное Значит, это означает, что обычное пространство Оно нечетное мерное В нашем случае это три Кто мне скажет, чем кардинально отличается в терминах симметрии, чем кардинально отличается четное число измерений и нечетное Давайте я так переформулирую В четном число измерениях В четном, именно обычном пространстве, безвременном Лево от право отличается Мы бы жили не в трехмерном пространстве, а в... На поверхности Ну, как мы живем В двух на поверхности сверху В огромерном пространстве И старались бы в зеркале Что бы мы видели? Значит, я выбираю, значит, нечетное число, чтобы отличалось право от лево Вот кто мне скажет, почему в четном числе измерений лево от право не отличается? Ну вы понимаете, что такое лево-право, да? Вот мы в прошлом смотрим Чем отличается? Как перевести лево-вправо? В зеркале отражения имеются Именно неправильно, что повороты Это не повороты Это мы изменяем знак какой-то координаты Теперь, если это мы делаем в трех измерениях То это не сводится к повороту Если мы это делаем в четном числе измерений То вот такое отражение в зеркале Оно соответствует повороту Это легко увидеть в двумерном случае, да? Значит, это координаты 1, координаты 2 Я не буду писать буквы Теперь давайте я сделаю отражение в зеркале Пусть зеркало будет здесь Вот это образ в зеркале Согласны? Ну и теперь вы понимаете, что... Нет, тебе 2 надо 1 А, да, извиняюсь Это не образ в зеркале Это образ в двумерном зеркале Да, образ в двумерном зеркале Я должен изменить все координаты На противоположной Эту я изменил и вот эту Так? И теперь видно, что... Что поворотом... Это свойство, как Теперь в трехмерном... Этого невозможно, потому что Вот я беру левую и правую И я не могу поворотом это совместить То есть при таком же повороте Вы еще третью ось обязательно тоже должны повернуть? Да То есть... Зачем мне это нужно? Потому что вот эта... Вот эта функция Лагранжа обладает киральной симметрой Не случайно это слово Знаете что такое? Это от греческого хиру Что такое хиромантия? Руками Это слово рука Хирург тоже происходит от руки Значит вот этот... Лагранжан обладает киральной симметрой Что такое киральная симметрой? Значит... Во-первых, что такое киральность? Вы знаете, что... Это у нас фермион, да? И вот, скажем, этот фермион куда-то летит с импульсом П Так? Теперь... Вот такое поле спинорное Описывает частицу с каким спиной? Толкция с гиральностью А, это? У нас... Скажите число, белки-полки Да Одна, вторая Значит, спина до вторая есть две проекции Она может быть вдоль этого импульса Скажем, я направление движения Выберу какой с квантовали Может быть вдоль А может быть... Против направления Так? Согласны, да? Теперь я всегда путаюсь Кто называется левым, кто правым Это трудно Я тоже Ну давайте условно назовем это левым А, извиняюсь, это известно Вот это левым Это называется левым фермион А это правым Что? Что? Я всегда... Ну всё, проясняю и теперь Я не знаю как Теперь... Левый, правый Стоп, стоп, стоп Теперь смотрите Обычно Обычно здесь пишут еще Член с массой Да? Для того, чтобы была Керальная симметрия Что означает Керальная симметрия? Это означает, что Правый фермион И левый фермион Они друг с другом не разговаривают Это совершенно независимая частица Вот Теперь Почему мне нужна была безмассовость? Кто догадался? Глядя на эту картинку Тут не надо То есть это можно формально Мы это сделаем Вот как глядя на эту картинку Понять Что мне нужно именно Безмассовая частица Вот Что? Причем Ну Импульс массовый Не Ну Вот частица Вот Чем Чем Характеризуется Безмассовая частица? Она может покоиться А? Не может Правильно Потому что она не может покоиться Она летит со скоростью света Так? Это означает, что мы эту частицу Догнать не можем Правильно? Если бы у нее была масса У нее была бы скорость Меньше скорости света Так? И поэтому Я всегда могу ее догнать А догнав ее Я могу сесть на нее Тогда мне некуда направить То есть я могу С помощью Давайте скорость Давайте скорость Преобразования Эта частица Поэтому Эта симметрия Они Долгодушку Разговаривают Именно только для Безмассовой частицы Теперь как выглядит Эта симметрия? Что такое гамма-5-матрица? Знаете? Уже писал Производительные А Нет Я ее писал Ну поэтому мы знаем Хорошо Кто мне скажет Значит У нас есть В обычном вашем пространстве Четырехмерном У нас есть Четыре гамма-матрицы Для которых есть такой антикоммутант Теперь Любые вычисления С гамма-матрицами Делаются Только Зная Больше ничего Теперь А теперь представим Что мы живем А да И гамма-5 Кто мне скажет Как определяется Что это Как? И на гамма-1 И на гамма-1 И произведение всех Как понятно Ну это некрасивый способ Потому что Все Почему такой способ Понятен? Потому что Здесь понятно Сколько нужно гамма-матрицы писать Вы сказали Для четырех мерей Это гамма-0 Гамма-1 Гамма-2 Гамма-3 А есть Это шести меря Отсюда сразу видно Потому что У эпсилона Столько значков Сколько размеров С пространства Поэтому Теперь Значит Гамма-5 От гамма-5 Нам нужно знать Такое свойство Антикоммутатор С любой Гамма-матрицы Равен чему Ну То есть Антикоммутатор